Наш мальчик Рексик. Волонтер знает, что ему нужно и как улучшить его содержание. У хозяйки сельского мини-приюта Людмила Чернецкая часто спрашивают за когти Рексика. Если у кого-то еще в голове остался этот глупый вопрос, сразу пишем вам на него ответ. Во-первых, они ему не столь важны. А во-вторых, чтобы их подстричь, хозяйке надо вызывать врача. А платить где-то полторы тысячи за такси-дорогу, ну и за работу сколько попросят. Или взять его и отвезти в клинику. Но не думаем, что для него это лучший вариант. Теребить животное в его положении, ну и средства немалые. На ветер выкидывать, разумеется, тоже не очень-то и хочется. Две тысячи у волонтера-инвалида не лишнее, учитывая, что у него самая дорогая еда. У меня животных кормить нечем, а я буду деньги тратить на такси. По-моему, лучше покушать ему купить. Делает вывод волонтер, собственно, мы тоже так думаем. Если он теперь полностью не ходит, они ему и не мешают даже. Как раз теперь в планах есть крупная покупка для Рексика, которая точно будет максимально полезной. Облегчит ему жизнь и уход за ним волонтеру. Речь о противопроливожном матрасе, о котором нам посоветовали для него читатели. Еще были советы про простой надувной матрас, но тут точно нет. Он живет с котейками, проколят в первый же день. Если бы еще он был у волонтера единственным животным, тогда да. Можно было бы рассмотреть такой вариант, ну плюс там пленочкой его покрывать какой-то, ну а так нет. Тот вариант, который вы нам показывали, мы обсудили с Людмилой Чернецкой. Она его переслала Кристине. Она как раз сейчас в Подмосковье работает. Так и размеры там есть именно такие, как волонтер хотела. Размером, как подушка. В общем, решено. Заказывать его будем однозначно. Опять-таки, нужно будет подумать, как привезти его в село. Но, собственно, если речь идет про компактный, а не крупный матрас, то, скорее всего, ждать Кристину не будем. Тем более, мать теперь не знает, когда она в ближайшее время вернется к нам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова